Воспоминания пехотинца вермахта Спасайся, как можешь Наша связь, наша разведка никуда не годились, причем на уровне офицерского состава Командование не имело возможности ориентироваться во фронтовой обстановке, с тем чтобы своевременно принять нужные меры и снизить потери до допустимых границ Мы, простые солдаты, разумеется, не знали, да и не могли знать истинного положения дел на фронтах, поскольку служили просто-напросто пушечным мясом для фюрера и фатерланда Невозможность выспаться, соблюсти элементарные нормы гигиены, завшивленность, отвратительная кормежка, постоянные атаки или обстрелы противника Нет, о судьбе каждого солдата в отдельности говорить не приходилось Общим правилом стало, спасайся, как можешь Число убитых и раненых постоянно росло При отступлении специальные части сжигали собранный урожай, да и целые деревни Страшно было смотреть на то, что мы после себя оставляли, неукоснительно следуя гитлеровской тактике выжженной земли 28 сентября мы вышли к Днепру Слава Богу, мост через широченную реку был в целости и сохранности Ночью мы наконец добрались до столицы Украины Киева Он был еще в наших руках Нас поместили в казарму, где мы получили довольствие Консервы, сигареты и шнапс Наконец желанная пауза На следующее утро нас собрали на окраине города Из 250 человек нашей батареи в живых осталось только 120, что означало расформирование 332 полка Октябрь 1943 года Между Киевом и Жатамиром вблизи Рокадного шоссе мы Все 120 человек стали на постой По слухам, этот район контролировали партизаны Но гражданское население было настроено к нам, солдатам, вполне дружелюбно 3 октября был праздник урожая Нам даже позволили потанцевать с девушками Они играли на балалайках Русские угощали нас водкой, печеньем и пирогами с маком Но, самое главное, мы смогли хоть как-то отвлечься от давящего груза повседневности и хотя бы выспаться Но неделю спустя снова началось Нас бросили в бой куда-то километров на 20 севернее Припятских болот Якобы там в лесах засели партизаны, которые наносили удары в тыл наступавшим частям вермахта И устраивали акции саботажа с целью создания помех войсковому снабжению Мы заняли две деревни и выстроили вдоль лесов полосу обороны Кроме того, в нашу задачу входило приглядывать за местным населением Мы с моим товарищем по фамилии Клян неделю спустя снова вернулись туда, где стояли на постое Вахмистер Шмидт заявил Оба можете собираться в отпуск домой Слов нет Как мы обрадовались Это было 22 октября 1943 года На следующий день от Шписа, нашего командира роты, мы получили на руки отпускные свидетельства Какой-то русский из местных отвез нас на телеге, запряженный двумя лошадками, к ракадному шоссе, находившемуся за 20 километров от нашей деревни Мы дали ему сигарет, а потом он уехал обратно На шоссе мы сели в грузовик и на нем добрались до Жатамира Оттуда уже поездом доехали до Кавеля, то есть почти до польской границы Там явились на фронтовой распределительный пункт Прошли санитарную обработку В первую очередь надо было изгнать в Шей А потом с нетерпением стали дожидаться отъезда на родину У меня было ощущение, что я чудом выбрался из ада и теперь направлялся прямиком в рай Отпуск 27 октября я добрался домой в родной Грасс Реминг Отпуск мой был по 19 ноября 1943 года От вокзала и до Родильсбаха пришло стопать пешком несколько километров По дороге мне попалась колонна заключенных из концлагеря, возвращавшихся с работ Вид у них было очень понурый Замедлив шаг, я сунул им несколько сигарет Конвоир, наблюдавший эту картину, тут же накинулся на меня Могу устроить, что и ты сейчас с ними зашагаешь Взбешенные его фразы я бросил в ответ А ты вместо меня зашагаешь в Россию недельки на две В тот момент я просто не понимал, что играю с огнем Минус конфликт с ССовцем мог обернуться серьезными неприятностями Но все на том и кончилось Мои домашние были счастливы, что я живой и здоровый вернулся на побывку Мой старший брат Берт служил в 100-й егерской дивизии где-то в районе Сталинграда Последнее письмо от него было датировано 1 января 1943 года После всего виденного на фронте я сильно сомневался, что ему может повести так, как мне Но именно на это мы и надеялись Разумеется, мои родители и сестры очень хотели знать, как мне служатся Но я предпочитал не вдаваться в детали Как говорится, меньше знают, крепче спят Они и так за меня достаточно тревожатся К тому же то, что мне выпало пережить, простым человеческим языком просто не описать Так что я старался свести все к пустякам В нашем довольно скромном домике, мы занимали небольшой, сложенный из камня дом Принадлежавший лесничеству, я чувствовал себя как в раю Ни штурмовиков набреющим, ни грохота стрельбы, ни бегства от преследующего врага Птички щебечут, журчит ручей Я снова дома в нашей безмятежной долине Радюльсбрх Как было бы здорово, если бы время сейчас замерло Работы было хоть отбавляй, заготовка дров на зиму, например, да и многое другое Тут я оказался как нельзя кстати Встретиться с моими товарищами не пришлось, все они были на войне Им тоже приходилось думать о том, как выжить Многие из нашего Гроссраминга погибли, и это было заметно по скорбным лицам на улицах Дни проходили, медленно приближался конец моей побывки Я был бессилен что-либо изменить, покончить с этим безумием Возвращение на фронт 19 ноября я с тяжелым сердцем прощался со своими домашними А потом сел в поезд и поехал возвращаться на Восточный фронт 21 числа я должен был прибыть назад в часть Не позднее 24 часов необходимо было прибыть в Ковель на фронтовой распределительный пункт Дневным поездом я выехал из Гроссраминга через Вену, с северного вокзала, на Лотц Там мне предстояло пересесть на поезд из Лепцига с возвращавшимися отпускниками А уже на нем через Варшаву прибыть в Ковель В Варшаве к нам в вагон сели 30 вооруженных сопровождающих пехотинцев На этом перегоне наши поезда часто атакуют партизаны И вот среди ночи уже на пути в Люблин послышались взрывы Потом вагон тряхнуло так, что люди свалились со скамеек Поезд, еще раз дернувшись, остановился Начался жуткий переполох Мы, схватив оружие, выскочили из вагона посмотреть, что случилось А случилось вот что Поезд наехал на подложенную на путях мину Несколько вагонов сошло с рельсов, и даже колеса сорвало И тут по нам открыли огонь Со звоном посыпались осколки оконных стекол Засвистели пули Тут же бросившись под вагоны Мы залегли между рельсами В темноте было трудно определить Откуда стреляли После того, как волнение улеглось Меня еще нескольких бойцов отрядили в разведку Надо было пройти вперед и выяснить обстановку Страшновато было Мы ждали засады И вот мы двинулись вдоль полотна с оружием на готове Но все было тихо Час спустя мы вернулись и узнали Что несколько наших товарищей погибли А кое-кого и ранило Линия была двухпутной И нам пришлось дожидаться следующего дня Когда подогнали новый состав Дальше добрались без происшествий По прибытии в Ковель мне было сказано Что остатки моего 332 полка Сражаются под Чакасами на дне При в 150 километрах южнее Киева Меня еще нескольких моих товарищей Приписали к 86-му артполку Входившему в состав 112-й пехотной дивизии На фронтовом распределительном пункте Я повстречал своего однополчанина и Огана Реша Он тоже, оказывается, был в отпуске А я то думал, что он пропал без вести Мы вместе отправились на фронт Ехать пришлось через равно Бердичев из Векова до Черкас Сегодня Яган Реш живет в Рандеге Неподалеку от Вайтхофена На реке Ипс Это в Нижней Австрии Мы до сих пор не теряем друг друга из виды Регулярно встречаемся Раз в два года обязательно бываем друг у друга в гостях На станции из Векова я встретил Германа Капелера Он был единственный из нас, жителей Гроссраминга С которым мне довелось встретиться в России Времени было мало Мы успели лишь обменяться парой слов Увы, но и Герман Капелер не вернулся с войны Декабрь 1943 года 8 декабря я был в Черкассах и Корсуне Мы снова участвовали в боях Мне выделили пару лошадей, на которых я перевозил орудие Потом радиостанцию в 86-м полку Фронт в излучине Днепра изгибался под ковой И мы находились на обширной равнине Окруженной холмами Шла оппозиционная война Приходилось часто менять позиции Русские на отдельных участках прорывали нашу оборону И вовсю палили по неподвижным целям До сих пор нам удавалось отбрасывать их В селах почти не осталось людей Местное население давно покинуло их Мы получили приказ открывать огонь по всем, кого можно заподозрить в связях с партизанами Фронт, как наш, так и русский, вроде бы устоялся Тем не менее потери не прекращались С тех самых пор, как я оказался на Восточном фронте в России Мы по воле случая не разлучались с Кляйном, Штигером и Гутмайером И они, к счастью, пока оставались в живых Иоган и Реша перевели в батарею тяжелых орудий Если выдавалась возможность, мы обязательно встречались Всего в излучине Днепра у Черкаса Корсуня в кольцо окружения Угодила наша группировка численностью 56 тысяч солдат Под командование 112-й пехотной дивизии Генерал Лип, генерал Травиц Были переведены остатки моей Селевской ЗЗ-2 и краткой дивизии ЗЗ-1 и краткой Баварский мотопехотный полк 417 и краткой Селевский полк 255-й Саксонский полк 168-й Саперный батальон 167-й Танковый полк 108-я, 72-я, 57-я, З-2ЗЯ пехотные дивизии Минус остатки 389-й пехотной дивизии З-89Я дивизия прикрытия 14-я танковая дивизия 5-я танковая дивизия СС Рождество мы отпраздновали в землянке при минус 18 градусах На фронте было затишье Мы сумели раздобыть елку и парочку свечей Прикупили в нашем винторге шнапса, шоколада и сигарет К Новому году нашей рождественской идиллии пришел конец Советы развернули наступление по всему фронту Мы беспрерывно вели тяжелые оборонительные бои с советскими танками Артиллерии и подразделениями Катюш Ситуация с каждым днем становилась все более угрожающей Январь 1944 года К началу года почти на всех участках фронта немецкие части отступали Нам приходилось под натиском Красной Армии отходить Причем как можно дальше в тыл И вот однажды буквально за одну ночь погода резко сменилась Наступила небывалая оттепель На термометре было плюс 15 градусов Снег стал таять, превратив землю в непролазные болота Потом, как-то во второй половине дня, когда в очередной раз пришлось сменить позиции Русские насели, как полагается Минус мы пытались оттащить пушки в тыл Миновав какое-то обезлюдевшее село Мы вместе с орудием и лошадьми угодили в самую настоящую бездонную трясину Лошади по крупу вязли в грязи Несколько часов к ряду мы пытались спасти орудие, но тщетно В любую минуту могли появиться русские танки Несмотря на все наши усилия, пушка погружалась все глубже и глубже в жидкую грязь Нам это оправданием служить вряд ли могло Мы обязаны были доставить к месту назначения доверенное нам военное имущество Близился вечер На востоке вспыхивали русские сигнальные ракеты Снова послышались крики и стрельба Русские были в двух шагах от этой деревеньки Так что нам ничего не оставалось, как распрячь лошадей Хотя бы конную тягу уберегли Почти всю ночь мы провели на ногах У коровника мы увидели наших Батарея заночевала в этом брошенном коровнике Часа, наверное, в 4 утра мы доложили о прибытии и описали, что с нами стряслось Дежурный офицер заорал, немедленно доставить орудие Гутмайр и Штегер попытались было возразить, мол, нет никакой возможности вытащить увяшую пушку Да и русские рядом, лошади не кормлены, не пояны, какой с них прок На войне невозможных вещей нет Отрезал этот негодяй и приказал нам немедленно отправляться назад и доставить орудие Мы понимали, приказ, есть приказ, не выполнишь, к стенке, и делай с концом Вот мы, прихватив лошадей, и зашагали назад, полностью сознавая, что есть все шансы угодить к русским Перед тем как отправиться в путь, мы, правда, дали лошадям немного овса и напоили их У нас же с Гутмайром и Штегером уже сутки маковой рассинки во рту не было Но даже не это нас волновало, а то, как мы будем выкручиваться Шум боя стал отчетливее Через несколько километров нам повстречался отряд пехотинцев с офицером Офицер поинтересовался у нас, куда мы путь держим Я доложил, нам приказано доставить орудие, которое осталось там-то и там-то Офицер выпучил глаза Вы что, совсем сдурели? В той деревне уже давно русские, так что поворачивайте назад, это приказ Вот так мы и выпутались Я чувствовал, что еще немного, и свалюсь Но главное, я был пока жив По два, а то и три дня без еды Неделями не мывшись, вовшись с ног до головы Форма колом стоит от налившей грязи И отступаем, отступаем, отступаем Черкасский котел постепенно сужался В пятидесяти километрах западника рсуня всей дивизии мы попытались выстроить линию обороны Одна ночь прошла спокойно, так что можно было поспать А утром, выйдя из лачуги, где спали, тут же поняли, что оттепели конец А раскисшая грязь превратилась в камень И вот на этой окаменевшей грязи мы заметили белый листок бумаги Подняли Оказалось, сброшенная с самолета русскими листовка Прочти и передай другому Ко всем солдатам и офицерам немецких дивизий под Черкассами Вы окружены Части Красной Армии заключили ваши дивизии в железное кольцо окружения Все ваши попытки вырваться из него обречены на провал Произошло то, о чем мы давно предупреждали Ваше командование бросало вас в бессмысленные контратаки в надежде оттянуть неминуемую катастрофу В которую вверг Гитлер весь вермахт Тысячи немецких солдат уже погибли ради того, чтобы дать нацистскому руководству на короткое время отсрочить час расплаты Каждый здравомыслящий человек понимает, что дальнейшее сопротивление бесполезно Вы – жертвы неспособностей ваших генералов и своего слепого повиновения вашему фюреру Гитлеровское командование заманило всех вас в западню, из которой вам не выбраться Единственное спасение – добровольная сдача в русский плен Иного выхода нет Вы будете безжалостно истреблены, раздавлены гусеницами наших танков В клочья расстреляны нашими пулеметами Если вы захотите продолжить бессмысленную борьбу Командование Красной Армии требует от вас Сложить оружие и вместе с офицерами группами сдаваться в плен Красная Армия гарантирует всем добровольно сдавшимся жизнь Нормальное обращение, достаточное пропитание и возвращение на родину после окончания войны Но каждый, кто продолжит сражаться, будет уничтожен Командование Красной Армии Офицер завопил – это – советская пропаганда Не верьте тому, что здесь написано Мы даже не отдавали себе отчет, что уже в кольце Субтитры создавал DimaTorzok